Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Катя. Сегодня покажу вам мои пустые банки, не только от корейской косметики, но и европейской. И расскажу, как иногда не нужно верить рекламе и покупать какие-то распиаренные средства, как это раньше часто делала я. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Так, у меня здесь есть такой небольшой мешочек. Начнем с первого средства. Это осветляющий пилинг корейский. Мне он понравился. После него я попробовала еще средства, которые мне больше понравились. Он хороший, я его повторять больше не буду, но тут хорошие достаточно ингредиенты. Он очень нежно, деликатно отшелушивает. Неплохое средство. Так, дальше у меня закончилась вот такая штука. Это я нашла случайно как-то в интернете. Инстаграм мне выкинул такой тоже пилинг для тела с сияющими частицами. Я очень люблю такие вещи. Я решила попробовать. Да, он очень приятный. Он действительно дает блеск. Такие масла. Есть увлажняющий эффект. Выглядит красиво, но тут всего лишь его 220 грамм. И цена этого пакета около 20 евро. Ну, как-то я не знаю. Мне кажется, что это дороговато. Я купила масло знаменитое тоже Nuxe, которое придает блеск коже. И очень деликатный блеск. И, пожалуй, на этом я и закончу с этим средством. Так, вот это у меня закончилось. Одно из тех средств распиаренных, но очень хороших, действительно, которые себя оправдывают. Это L'Nash ночная маска для губ. Она тоже идет в наборе вот с такой лопаточкой. Там входит их запатентованный комплекс. И она действительно очень смягчает губы. Я никогда не довожу их до такого состояния, что там прям вообще они сильно шелушатся. Но даже если вдруг чувствуется, какие-то они немножко подсохли, на ночь лично действует и днем я тоже использую как бальзам. И, конечно, это средство буду повторять, пока оно есть, всегда. Вот такой закончился тоже корейский крем. Здесь меня подкупила, наверное, больше упаковка. Она когда-то выиграла в 2011 году приз, потому что она экологическая. И там была какая-то идея в защиту пропадающих, по-моему, животных. Очень красивая баночка. У меня вот этот был с зеленым чаем крем. Ну, именно такой нежный запах зеленого чая, как бывает в косметических средствах. Сам крем просто приятный и увлажняющий. Ничего особенного, но коробочка потрясающая. Закончился вот такие вот шампунь. Сейчас сразу достану кондиционерку и шампунь. Вот такие. На меня вообще не произвели никакого впечатления. И я так понимаю, наверное, чем больше пробуешь каких-то профессиональных средств, к таким уже больше не хочется возвращаться. Закончилась такая штука. Я уже показывала в пустых банках. У меня был и шампунь, и кондиционер. Это с сахаром серия. Ну, такая приятная вещица для того, чтобы больше как-то волосы блестили. Легче их было расчесывать. Совсем ничего. Так, дальше у меня закончились. И сейчас у меня, кстати, тут даже где-то вторая есть. Потом дойдем до нее. Я рассказывала уже про эту сыворотку. Это от Эрла Стоя фирмы. Она мне понравилась очень своим внешним видом. И у нее нежнейший запах шиповника и частички золота. И она действительно хорошо увлажняла. И я использовала две. И думаю, что на лето взяла бы еще раз. Потому что мне очень нравится именно ее внешний вид с частичками золота. Закончились вот такие средства от Ритуалс фирмы. Сами средства были приятные. Особенно этот скраб. Когда ты им наносишь его, ты сразу не чувствуешь. Ты должен его немножко подержать. А потом такое интересное чувство холодов по телу идет. Ну, приятный. И вот это тоже пенка приятная. Но есть такой минус. У них очень ярко выраженные запахи. И мне, например, быстро надоедают. Я такие средства... Вот тут был подарочный набор. Я их использовала с удовольствием. Но в больших объемах я такие средства никогда не беру. Потому что раздражают потом запахи. Так. Вот такая маска. Корейская, ночная. Это Beauty of Jossion. Не знаю, как правильно называть фирму. Она была... Она представляет из себя маску от морщин. Очень так интересно упакована. Была такая баночка. Закрыто вот так перевязана. У этого бренда, по-моему, не очень много средств. Для меня эта маска была приятной, но не более того. И снова бы я ее не приобретала. Да, она была легкая. Ну, липковатая, как все ночные маски. Но не было какого-то эффекта вау. Так, а теперь перейдем к распиаренному средству, которое я купила когда-то давно. Потому что прям, ну, говорили, что это супер универсальное средство. Beauty Water. Что им можно и макияж снимать, и как тонер использовать. И оно супер-пупер. И я купила. И даже когда-то помню, что писала на него обзор. Что я очень счастлива и довольна. Но потом я решила, когда начала так немножко интересоваться составами, заглянуть в COS, это DNA сайт, и посмотрела состав. Вначале, в первой пятерке идут довольно-таки, ну, безопасные ингредиенты. Но потом идет все больше желтых значков, а к концу дело подходит к красным. И он даже не один. И на самом деле, когда я использовала как тонер, ну, не знаю, макияж, да, вот как мицеллярку использовала, но потом сразу же удаляла с лица. А в конце уже, чтобы просто закончить это средство, я его использовала как пилинг для ног. Я им протирала ноги, очень хорошо, вот кожа хорошо выглядела, и не вырастали какие-то волоски. Ну, в общем, для тела можно, но для лица точно нет. Так что, вот, насчет каких-то, говорю, распиаренных продуктов, иногда, может быть, лучше посмотреть составы, поинтересоваться побольше и не верить сразу слепо в рекламу. Так, еще один очень популярный продукт, мне он нравится. Это филлеры для волос Lador, там тоже хороший состав. И кончики, по-моему, они за кончиками ухаживают довольно-таки неплохо, потому что у меня нет такого эффекта, как показывают иногда где-то в интернете, что волосы прямо блестят и такие тяжелые. На моих волосах такого эффекта нет. Но то, что этот филлер хорошо ухаживает за кончиками, это да. Еще закончилось такое средство от The Ordinary. У меня сейчас есть их красный пилинг, мне он очень нравится. Вот это было такое средство на тот момент новинка. Это как бы анагиалуроновая кислота, но тут какого-то на другого происхождения, я сейчас точно не вспомню. Оно, средство это увлажняет, да. Оно бюджетное, у него такой неприятный запах, что вот только из-за этого запаха я бы снова не брала его. Закончился вот такой тонер, это японский, Hada Labo называется. И у меня сейчас есть снова такой тонер, но, как я поняла, их есть две версии. Одна для более сухой кожи и другая для жирной. Вот сейчас, который я использую, он для жирной, потому что он такой, не такой густой. Этот был гуще, но мне не мешал этот жирной коже. Мне все равно очень нравился. И не зря, вот этот распиаренный продукт не зря хвалят, потому что действительно хорошие они. Ну, конечно, с гиалуроновой вот этой кислотой, все средства говорят, что нужно, не всегда они, не всем подходят. Если какое-то помещение, допустим, сухое или какие-то неправильные условия, что они наоборот могут вытягивать влагу из кожи. Но если хорошо увлажнено помещение, если вы быстро наносите и потом закрываете другими средствами, у меня никогда не было проблем каких-то насчет этого. Закончилось такое, средство закончилось от Миша. Это было от жирного блеска такая пудра. Состав я его не смотрела, но оно как такого рода продукты действует нормально. Когда ты наносишь кистью уже поверх макияжа на жирную, на Т-зону, да, действительно дает такой хороший матовый эффект. Так, а сейчас покажу сразу несколько средств. Я не знаю, на меня это просто что-то нашло в поездке, когда мы были в Латвии, в Юрмале. Мы шли к нему этого фирменного магазина Дзинтерс. И в Литве я бы никогда, наверное, не посмотрела на эту косметику, но там был такой красивый магазин, фирменный, очень много всяких вещей. Ну и как-то мы зашли с дочкой и решили попробовать. Это было масло, масло такое для тела. Очень пахло персиком вкусно. Это была маска для волос. И это был шампунь тоже для всех типов волос. Я не могу ничего плохого сказать про этот шампунь. Он близок к составу, к натуральному. И он даже для моих волос был даже приятнее, чем такие совсем натуральные шампуни. И маска тоже была приятная. Они не дали какого-то эффекта особенного, но плохо тоже не сделали. Но запах приятный персиков, не очень комодный. А масло мне вот это для тела понравилось. Я его использовала зимой. Оно действительно делало кожу такой гладкой. И запах приятный. Впитывалось. Ну, сразу немножко такая липкость была. Но если, например, сравнивать с маслами от Body Shop, мне это было гораздо приятнее. Так, еще. Так, это еще одна та такая же сыворотка с частичками золота. И еще закончилась такая умывалочка от Zoom. Очень приятная. Она гелевая, но совсем не сушит кожу. Хорошо очищает. И сейчас я скажу. Так, это серия Skin Saver. Мне понравилась. У меня еще одна такая лежит. Это маленький размер. 40 миллилитров. По-моему, ее часто дают в каких-то подарочных наборах. Я даже не помню. Мне кажется, я что-то заказывала от Zoom и получила ее в подарок. Так, и еще два последних средства. Такие закончились. Как раз оставила обе, чтобы сравнить. Это обертывание по борьбе с целлюлитом. Сначала начала с этого, а потом еще докупила этот. И в аптеке мне консультант объясняла, что вы почувствуете, вы обязательно почувствуете разницу, что в это вы инвестируете больше, но очень большая разница. И на самом деле, как бы да, вот это мажешь, ну, ты там все делаешь, обматываешься пленочкой, ждешь и так далее. Но у него даже консистенция немножко другая. Вот это средство, конечно, круче. И кожа действительно после него какая-то более гладкая чувствуется. Но это все нужно делать вместе со спортом и с каким-то правильным питанием. Потому что, я думаю, просто так даже нет смысла начинать. Ну, как бы если кушать все, не заниматься спортом. Да, конечно, как-то улучшит тонус кожи, сделает более гладкой, но тогда можно просто какой-то сухой щеткой, наверное, воспользоваться и кремом. Вот, такие пустые банки были на сегодня. Спасибо, что заглянули на мой канал. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...